так когда въехал в норвегию хотел сказать пришлось уронить мотоцикл уронил мотоцикл ну что друзья до нордкапа мне осталось 136 километров я сейчас еду вдоль побережья и наслаждаюсь вот этими вот видами надеюсь вам видно то что вижу я ну все вот он этот глобус в общем сегодня уже суббота получается шестой день пути или седьмой 25 я выехал я уже терялся считать разучился в общем я уже в норвегии вчера въехал в норвегию вечером это было что-то с чем-то не все так просто здесь оказывается на въезде гранина рингу на границе стоят два викинга проверяют ну я так еду медленно киваете поменьше можно как проект нет ни раз не показывать вставаем в очередь там еще машина передо мной было оказывается ну как спросили привет нет я говорю нет не привет хорошо ладно зарегистрирован там на каком-то сайте entry новый кажется я нет они давай регистрируйся на этом сайте там танкета там где был когда чё там карантин и в общем они мне помогли заполнить там вот эту херню потом мне на ну по смс приходит специальный линк я его открываю у меня теперь есть свой qr-код здесь местный вышел на улицу посмотреть вообще как погодка но приложение показывает 9 градусов в принципе довольно таки прохладно но я так сейчас просто в термушке вышел чувствуется свежо нормально вот в общем доме в котором я живу такой классика здесь они все такие здесь вот рецепшен сзади меня тут тоже я не знаю на какой-то многоквартирник в общем там вот мотоцикл мы стоит видите далеке ничего здесь как-то вот компинг находится в такой небольшой как бы ями что ли со всех сторон такими холмами окруженными что когда я ехал за холмами меня вчера солнце свете слепила как только сюда въехал все здесь солнце пропало солнце здесь было низкая но очень яркая и найти такое ощущение что она небо подсвечивала как-то по-другому и не как обычного там облака и солнце сверху она подсвечивала как бы сбоку и поэтому небо кажется немножко таким необычным реально ну другое небо не как вот южнее я такого неба не видел еще ни разу какое-то озеро небольшое молнинг уже не спят люди вот сейчас вот атмосфера вот здесь вот мне напоминает немножко как будто я в россии знаете где-нибудь на речке тоже что-то похожее есть смотрите россии таких мест до полна так у меня там кофе заварился пойду пить сегодня буду утепляться по максимуму вроде-то меня там должен настигнуть дождик по прогнозам поэтому одеваю на себя все шмотки все что есть это у меня трое штанов термуха потом вот эти штаны как они типа дождевые такие для походов тонкие но защищают и сверху от экипа жаль что у меня подклада от экипа нет потому что подклад реально теплый и хороший но для этого просто некуда было их класть я вот все чаще начинаю задумываться начать насчет кофров хотя бы что-нибудь такое небольшое было бы вообще неплохо для таких поездок потому что перепады температуры они заметные ощущается наверх вот тоже придется одеть две термухи вот эта термуха это теплая еще летнюю термуху сверху одену потом пуховичок одену и потом уже экип так что ну надеюсь выживу но я вчера ехал уже здесь включенными этим отоплением гриппс то есть отопление было включено так ладно пойду пить кофе ну что друзья до нордкапа мне осталось 136 километров я сейчас еду вдоль побережья и наслаждаюсь вот этими вот видами надеюсь вам видно то что вижу я шикарно то есть уже начинаются горы типа что-то типа фьордов что ли но я не знаю фьерды это или не фьерды я в этом пока особо не разбираюсь слева тоже так все холмиста бугриста в общем красиво эффектно мне нравится сейчас все идет так по нарастающей потом наверняка будет еще круче так что я искренне на это надеюсь еду кайфую не спеша скоростной режим не позволяет спешить так 80 90 в принципе нормальная скорость чтобы можно было смотреть по сторонам и наслаждаться вот этими вот красотами сейчас вот чувствуется запах моря запах изменился там вот другой запах стал не то что был так когда въехал в норвегию хотел сказать пришлось уронить мотоцикл уронил мотоцикл ну опять же благо дуги помогли ничего сильно не пострадал тут вот чуть-чуть вот пластик вот коцка небольшая но и так напильником немножко можно будет зашлифовать и полирануть и будет даже не видно что там что-то поцарапано это все мелочи жизни зеркало вот сейчас то что она за счет вот этих вставок у меня немножко выставлено вперед так что зеркало немножко в этот раз больше зацепила и ну вот здесь вот новая коцка но это фигня это можно замазать черной краской также ручку немножко развернула вниз на потом вытащил ну как она и не погнула ничего а просто вот здесь вот на шарнирах она и провернула немножко вместе с этим бачком ну фигня это я выпарил сразу ножки ничего не пострадали здесь дуги конечно работают на ура это очень радует а так получилось глупо я подъезжаю к этому тестовому центру так пафосно так и начинай такой правый такой правый разворот такой делаю вам и передний тормоз ну нахера я его нажал и получи получилось со стороны так я подъезжаю стою на парковку останавливаюсь бросаю мотоцикл и как будто так и надо глупо конечно здесь даже небо другое вот вообще не такое но опять же да там где я живу таких вот горизонтов не видно нету там нету а здесь вот именно что горизонт и как вот тучи туда уходят все так это красиво и эффектно мне нравится что-то и небо немножко темнее там на нордкапе по ходу дела будет дождик ну ничего я пригод я дождя не боюсь я к этому готов им ментально и я подежда позволяет классно там домик какой-то внизу далеко видно вам нет какие-то рыбаки и сейчас вот здесь вот стою и прям вот тепло меня какие-то бараны там орут сейчас на дороге стояли несколько баранов пришлось чуть ли не остановиться так аккуратно объехать так в общем я на нордкапе сейчас ну для тех кто не в курсе нордкап это как бы регион и остров на котором я сейчас нахожусь решил я отсюда сегодня никуда не ехать потому что счета я подмерз немножко устал холодно было снял вот домик небольшой на сутки до завтра я в общем сейчас план такой сейчас я рюкзак опустошаю и налегке уже еду туда ну сами знаете куда куда все едут на деда мороза посмотреть ну и может покатаюсь еще по острову так немножко для себя потом вечерком в душ и спать а завтра уже буду дальше двигать в сторону тромца мы посмотрим докуда я доеду пилить там тоже не ближний свет доеду завтра ну доеду нет так в понедельник приеду посмотрим в общем ребята я добрался до нордкапа это самая северная точка европейского материка въезд сюда правда стоит 26 евро что-то меня немножко жаба задушила ну ладно думаю один раз живем не каждый день здесь бываем хренским заплачу сейчас посмотрим ну вроде как галочку поставить можно пойдем сейчас посмотрим что тут есть мотоциклисты либо сюда либо отсюда так сейчас парень с девушкой попередствовали меня я так спросил откуда вы они со стокгольма швеции короче пиздец красиво остров вообще такой неплохой можно погонять смотрите какой вид здесь конечно камера не передает всей этой красоты фон тот знаменитый глобус который находится может быть на самой крайней точке острова которым я сейчас тоже хочу подойти сделать фотку потом я зайду вот в это здание тут что-то кафе наверно да я с удовольствием попью кофе ну в общем ребята я сделал это я на нордкапе честно я даже не думал что до сюда еду у меня изначально как бы план был ну в сторону а может быть поеду может нет а потом что-то как-то вкатился и думаю не надо съездить надо доехать обязательно и вот я здесь три тысячи километров пути ради вот этого хереть блять ну все вот он этот глобус нордкап и с одним землячком общался ну мы еще с ним по дороге пересекались на два раза на заправках так можно сказать познакомились сейчас вот здесь пересеклись оказывается сюда платить можно было и не платить чтобы заехать это платишь только вот чтоб туда внутрь зайти блять в этот музей там страны или еще куда-то жизнь себе знал я бы не платил ладно все теперь пойду просвещаться в музей за такие деньги 26 евро ужасный музей ну кофе хоть попью на это здесь должен быть вход сейчас куплю муж какие носки с оленями себя посмотрим а и и Субтитры подогнал «Симон»